Здравствуйте! Новости на канале СКАД в студии Оксаны Шкаевой. Вы что сегодня смотрите в нашей программе? Я еще раз хочу поздравить всех с принятием бюджета. Приняли окончательно. Губернские депутаты одобрили основной финансовый документ региона. Толщина льда опасная, много торосов, то есть лед нестабильный. Три человека погибли, десять получили обморожение. Спасатели напоминают об опасности выхода на лед. Лиза, скажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно этого черныша? Ну, потому что она очень ласковая и у меня кошку Аська тоже зовут. Забота о братьях меньших. Участники акции «Варежка добра» подготовили подарки для бездомных животных. Приняли бюджет. Депутаты Самарской губернской думы большинством голосов одобрили проект основного финансового документа региона после внесения поправок. Напомню, бюджет принят на 2017-й и плановый период 2018-2019 годов. На свидании также обнародовали нововведение в структуре областной власти. Подробнее в сюжете. После внесения многочисленных поправок основной финансовый документ Самарской области сформирован. На 2017-й год параметры таковы. Общий объем доходов 137 миллиардов 393 миллиона рублей, расходов 136 миллиардов 369 миллионов, профицит 1 миллиард 23 миллиона рублей. Основной финансовый документ региона принят с техническим профицитом, чтобы снизить значительную долговую нагрузку. В этом году принятие федерального бюджета сместилось на месяц вперед. Поэтому в областной казне не успели учесть деньги, которые поступят из центра. В настоящее время объем федеральных средств на 3,9 миллиарда превышает параметры областного бюджета. Дополнительные средства предусмотрены на строительство детских садов, школ, объектов здравоохранения, спорта, инженерной инфраструктуры. Основная часть расходов сформированного бюджета также пойдет на социальные цели. Медицину, образование, спорт и поддержку нуждающихся. Экономика сейчас в нелегком положении, но это не должно сказаться на исполнении обязательств власти перед жителями. Председатель комитета по бюджету губернской думы Габибулла Хасаев призвал не только надеяться на федеральную помощь, но и искать источники средств внутри области. Вдумайтесь, говорит он, кто именно в таком финансово и промышленно развитом регионе входит в десятку основных налогоплательщиков. Назовите предприятие, которое является самим крупным поставщиком налогов в областной бюджет. Вот тишина. А надо знать наизусть в своем округе такие предприятия. Вот как ни странно, это вот пивоваренные компании. Нет ни одной строительной организации, нет ни одного банка и так далее. То есть надо работать над социальной ответственностью бизнеса и не ухода от налогов. Заседание завершилось на положительной ноте. Я еще раз хочу поздравить всех с принятием бюджета и желаю нам совместно с правительством эффективно реализовывать данные, принятые бюджет Самарской области. Кроме того, депутатам официально представили нового вице-губернатора, который будет курировать вопросы подготовки к чемпионату мира по футболу. Им стал Александр Фетисов, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства Самарской области. Существует огромное количество вопросов. Также, что будет дальше за пределами чемпионата. И мне, конечно, очень важно, как все, что будет сделано, будет служить самарскому народу и после 2018 года. Александр Фетисов возглавит штаб по подготовке к чемпионату. Ранее эту должность совмещал министр строительства региона. Сейчас полномочия разделили. Новый вице-губернатор будет также заниматься волонтерским движением на Мундиале. Максим Остриков, Владимир Терентьев, СТВ. Дмитрий Медведев, СТВ. О реализации федеральных программ по охране материнства и детства на места. Южный мост в Самаре отремонтируют в следующем году. Об этом заявил Олег Фурсов. Глава города на брифинге рассказал, в каком сейчас состоянии находятся объекты и как будет его приводить в порядок. Слово Александру Семенову. Южный мост в Самаре в любое время суток загружен весьма основательно. Построен он более 40 лет назад, а в 2012 году было проведено полное обследование. По его результатам разработали проектно-сметную документацию. Она получила положительную экспертизу. Однако в конце той недели частично разрушился один из деформационных швов. Сейчас его привели в порядок, только мера эта временная. Мы предприняли мероприятие по заливке деформационного шва литым асфальтом. Это тоже мера временная. Никакой угрозы безопасности движения она не возникает. Но тем не менее мы в течение этой недели, я думаю так к понедельнику, этот шов дополнительно накроем еще листами металла, которые будут перекрывать друг друга, которые в большей степени компенсируют изменения деформационного шва при разных температурных режимах. Глава города Олег Фурсов сообщил, что получено подтверждение от областного правительства о выделении необходимых средств. В начале следующего года будут проведены конкурсные процедуры. И после определения подрядчика стартует капитальный ремонт Южного моста и путепровода «Аврора». Ремонт будет осуществляться полосами. На период ремонта будут организованы компенсационные транспортные маршруты. Мы с вами проходили такую ситуацию в период ремонта моста в створе улицы Главной. Поэтому ничего здесь нового для города абсолютно нет. Будет организовано все на достойном уровне. На Южном мосту будут отремонтированы два участка. Их общая протяженность около километра. Александр Семенов, Олег Галочкин, СТВ. Три человека погибли, десять получили обморожение. Такова статистика ЧП, произошедших на водоемах Самарской области в зимний период за два последних года. МЧС напоминает об опасности выхода на лед. Первые в группе риска любители острых ощущений – это рыбаки и те, кто просто решил прогуляться. Как же не стать жертвой беспечности, расскажем прямо сейчас. Река Волга, район спуска улицы Венцика. Кому-то вполне хватает острых ощущений метров 100 от берега. Например, рыбакам, а кто-то пытается покорить замерзший водоем в пути до села Рождественно. И то, и другое, по мнению спасателей, опасно. Период ледостава в Самаре еще не закончен. Из-за сильного течения новые промоины появляются то там, то тут. Толщина ледоопасная, много торосов, то есть лед нестабильный. Местами он 10-15 сантиметров, местами промоины, то есть выходить на него нежелательно. Несмотря на предупреждения, некоторые идут на неоправданный риск, пересекая Волгу пешком. Официальной пешей переправы в Самаре нет, поэтому спасение утопающего остается делом рук самого утопающего. Несмотря на патрулирование водоема спасателями, надеяться на то, что они окажутся рядом в нужный момент, нельзя. Вообще это экстремальный вид передвижения, поэтому никому не советую. Не хожу, потому что подушка хорошая, зачем мне ходить? Я вот сейчас сяду на нее, доеду на ту сторону. Те, кто дорожит своей жизнью на правый берег Волги, предпочитают добираться на специальных пассажирских судах на воздушные подушки, которые курсируют постоянно. Но даже на их пути встречаются препятствия, создают которые, кстати, те же рисковые пешеходы. Трое из которых в 2014 пострадали в результате наезда. Нахождение на трассе СВП очень опасно для людей, именно для людей, потому что судно невозможно остановить мгновенно. Это судно на воздушной подушке. При полном реверсе судно будет дрейфовать еще метров 40-50 как минимум. Если вы все же решили рискнуть при выходе на лед, вспомните про элементарные меры безопасности и средства самоспасения. Если есть возможность какие-то одевать жилеты, которые могут поддерживать плавучесть, соответственно, брать с собой шнур длиной 20-25 метров с грузом 400-500 граммов. Или такое есть самодельное средство, как два шила, которые веревочкой крепятся. При несчастном случае, если проваливается человек, этими шилами бьется об лед и можно вылезать. Стоит помнить, если вы передвигаетесь по льду группы, расстояние между людьми должно быть не менее 5 метров. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. Попытка уйти от ответственности не удалась. В Самаре нетрезвый автолюбитель разбил 8 автомобилей. Все началось на улице энтузиастов, где активисты общественного движения «Ночной патруль» заметили иномарку, водитель которой вел себя подозрительно. Информацию о нем передали экипажу ДПС уже через несколько минут. Машину попытались остановить, но водитель нажал на газ. Уходя от погони, во дворе на улице Гагарина нарушитель протаранил 8 припаркованных машин. Позже его все же удалось остановить. Экспертиза показала – водитель был пьян. Более 30 тысяч единиц контрафакта от зарядных устройств, наушников до коробок для мобильных телефонов изъяли самарские таможенники. Несколько фур с подделкой, которую выдавали за продукцию известной компании, задержали на границе с Казахстаном. Документов, подтверждающих качество и право использования данного товарного знака, у перевозчика не оказалось. Везли контрафактный товар в один из московских торговых центров. По данным таможенников, ущерб от действий злоумышленников оценивается в десятки миллионов рублей. Были направлены запросы московскому представительству компании о возможном нарушении прав интеллектуальной собственности. Из ответа правообладателя следовало, что указанная продукция обладает признаками контрафактности, не произведена официальными заводами-изготовителями и наносит крупный ущерб правообладателю. В Новый год без долгов – хорошая примета. Самарские коммунальные системы запустили традиционную предновогоднюю акцию. Нужно только оплатить все квитанции, прийти в любой центр обслуживания СКС и получить приятный подарок. Какие сюрпризы ждут добросовестных плательщиков в материале наших корреспондентов? Акция «В Новый год без старых долгов» проходит уже пять лет. С каждым годом участников становится больше на несколько тысяч, а значит и добросовестных плательщиков. Добросовестные. Почему? Почему? Потому что надо оплачивать. Вообще-то санкции здесь. Если долгов нет, нужно всего лишь внести авансовый платеж, равный начислением ноября, и прийти в любой центр обслуживания клиентов СКС за гарантированным подарком. В этом году мы немножко отклонились от традиционных сладких подарков. Они у нас будут, но помимо сладкого подарка, будет на выбор еще два подарка, тоже очень интересных. И можно их выбрать путем участия в лотерее. Лотерея беспроигрышная, вытаскиваем из барабана купончик, и там будет написан подарок. Кроме того, зарегистрировавшись на сайте Самарских коммунальных систем, до 31 декабря есть возможность принять участие в розыгрыше призов, который состоится в январе 2017 года. Акция проводится и среди управляющих компаний. По ее итогам будет составлен черный список. В него войдут организации с наибольшей суммой задолженности. В белом списке окажутся самые добросовестные. Среди них компания, которая обслуживает дом номер 206 по улице Партизанской. В подарок за отсутствие долгов каток для местной ребятни и оперативный отклик на любую проблему, связанную с водоснабжением и водоотведением. Спрашивают жалобы, спрашивают, что. И вот когда обращаются, чем помочь? Они всегда помогают. В акции могут поучаствовать и те, кто имеет долг свыше двух месяцев. Нужно только погасить задолженность и зарегистрироваться на сайте СКС. Отреставрируют срок и даже раньше. Самарский театр «Кукол» уже в 2017 году может обрести новый дом. Работы по ремонту здания, в котором ранее располагался театр юного зрителя, на Самарской 95 постараются завершить на год раньше. Об этом стало известно на рабочем совещании с руководителем регионального управления капитального строительства и министра культуры. За ходом строительных работ наблюдала наша съемочная группа. Богатую историю этого здания раскрывают барельефы, которые обнаружили строители в ходе реставрационных работ два года назад. До революции здесь размещался ресторан-аквариум. После Самарский комитет большевиков – первая в области пионерская дружина. А в 70-е годы прошлого столетия под одной крышей разместили театр юного зрителя и театр «Кукол». Реставрация культурного объекта стартовала два года назад. Сейчас строители приступили к внутренней отделке. Ведутся работы по укладке плитки и монтажу электропроводки. На сегодняшний день я могу констатировать, что мы прошли экватор. Мы освоили чуть больше половины выделенных средств. Это порядка 400 миллионов рублей. Самые, как вы видите, основные конструктивные вещи уже выполнены. Остается инженерия. Такие немаловажные вещи для театра, как свет, звук. В общей сложности стоимость реставрации оценивается в 702 миллиона рублей. После ремонта объект станет настоящим культурным центром. Девять гримерок, два актовых зала на 250 и 50 человек, просторные фойе, гардероб и зал для репетиций. По плану ремонт должны завершить не позднее 2018 года. Однако, возможно, юбилейный 85-й день рождения театр кукол отметит новым отремонтированным зданием. Сейчас финансирование заложено на 2017 и 2018 годы. Работы будут очень активно вестись в 2017 году. И при, скажем так, очень благоприятных условиях мы можем надеяться на то, что уже в 2017 году удастся это здание завершить и, может быть, сдать в эксплуатацию. Но пока план на 2017 и 2018 годы. Сроки сдачи объекта во многом зависят от финансовой стороны вопроса. Строители же готовы применить максимум усилий, чтобы объект сдать в следующем году. Пусть сбываются мечты. Каждый ребенок хотел бы получить подарок на Новый год. В центре помощи имени Фроловой сейчас находятся 20 воспитанников. И СТВ продолжает рассказывать об их праздничных ожиданиях. Напомню, мы запустили эту акцию неделю назад и продолжим ее до конца декабря. В прошлом выпуске мы рассказали историю 11-летней Саши. Девочка хочет получить плюшевого медведя. Но в этот раз мы уделили внимание 17-летней Анжеле. Как твой день построен? Чем ты занимаешься? Сначала учусь, потом прихожу, делаю задания, а потом иду играть в футбол. Как давно увлекаешься футболом? Года три, наверное. А есть какие-то у тебя цели, кем ты хочешь стать в будущем? Милицейским. Полиция? Почему полиция? Не знаю, нравится. Тебе нравится помогать людям или как? Так, что бы хотела получить на Новый год? Я бы хотела получить билеты на Честова. Что это такое? Ну, на Рэйпера Тимур Гатеритулин. Если у вас есть возможность и желание исполнить маленькие детские мечты, то передать подарки можно непосредственно в Центр имени Фролова по адресу, который указан на экране. Все подробности можно узнать по телефону приемную, он также указан на экране. Забота о братьях меньших. В Самаре стартовала благотворительная акция «Варежка добра». Организаторы планируют помочь бездомным животным в приютах. Первыми в этом году отреагировали ученики 54-й гимназии и 3-й самарской школы. Активные подростки отправились к хозяйке из 40 животных и передали ей полезные подарки. Как встретили доброжелатели и питомцы, увидела наша съемочная группа. Эти собаки еще недавно скитались по улицам в поисках крова, сегодня же они в безопасности. Место встречи организаторы просят не показывать. Хозяйка животных, зоозащитница Ирина Евдокимова, опасается, что могут отравить ее питомцев. У нее 25 собак и 15 кошек, каждый требует внимания. Пока силы дает, Господь, вот, кормлю, готовлю, занимаюсь. Не совсем получается социализировать, потому что, вот видите, они немножко лают. Хотелось бы, чтобы побольше вот таких акций проходило, чтобы люди помогали. Ну и тем самым приучали детей к общению к животному. Потому что, я думаю, что счастливы те родители, у кого дети любят животное. Юные благотворители принесли десятки упаковок с крупами, специальные корма для животных, игрушки и мясо. Гостей встречают дружелюбно. Почему ты выбрала именно этого черныша? Ну, потому что она очень ласковая, и у меня кошку Аська тоже зовут. Кого ты держишь сейчас? Я... Яшику держу. Яшика держу. Ты вообще как к животным относишься? Я их очень люблю. Если бы была возможность у тебя забрать животных, ты бы забрала домой? Да. А что ты вот скажешь тем детишкам, которые забирают животных, а потом их выгоняют на улицу? Так поступать нельзя. Это как бы тебя взяли в гости и сразу выгнали. Акция проходит третий раз. В этом году география проекта стала шире. Теперь варежка добра, кроме Самары, еще и в Кенеле. Радует, что акция нашла отклик в сердцах людей. Радует, что участвуют дети, подростки. Все собранные подарки мы распределяем по приютам, по стационарам для животных, по волонтерам, у кого большое количество животных. Акция продлится до 1 февраля. Все подробности можно посмотреть в социальных сетях по хэштегу «Варежка добра». Участвуйте, согревайте свои сердца. Всем добра. Помимо продуктов, организаторы принимают ошейники и поводки. Причем не обязательно приносить новые аксессуары. Подробности в группе ВКонтакте. Анастасия Шамшурина, Николай Сидоров, Александр Передня, СТВ. И не менее заметных спортивных событий в жизни региона в обзоре Александра Семенова. Баскетбольный клуб «Самара» проведет серию домашних игр из пяти матчей. Следующим экзаменатором «Волжан» станет команда «Сахалин». Встреча пройдет в эту среду. На данный момент подопечные Сергея Зазулина вплотную приблизились к тройке лидеров турнирной таблицы Суперлиги. И вот как раз домашние дуэли могут помочь укрепить позиции. Ведь традиционно «Самара» борется за самые высокие места в чемпионате. А вот крылья советов проведут свой следующий поединок только в 2017 году. В начале марта в «Самару» пожалует столичный локомотив. Стоит отметить, что сейчас наш клуб находится в приподнятом настроении. Ведь в заключительных играх этого года они набрали столь нужные игровые очки. Сперва «Волжане» разгромили «Томь» 3-0. Далее не оставили никаких шансов лидеру первенства столичному «Спартаку». 4-0 и под занавес сгоняли в ничью в гостевом противостоянии с командой «Краснодар-1-1». Благодаря этому крылья советов покинули дно турнирной таблицы российской премьер-лиги. И сейчас с 15 очками они находятся на 12-м месте. Тем временем хоккейный клуб «Лада» расположился на 12-й строчке турнирной таблицы конференции «Восток» континентальной хоккейной лиги. В активе команда из «Автограда» 48 очков. При этом можно заметить, что тольяттинцы не раз по ходу этого сезона проявляли себя и доказывали, что могут играть даже самыми звездными и богатыми командами дивизиона. Редакция СТВ приглашает в службу новостей оператора информационных программ с опытом работы. Резюме можно отправлять на адрес электронной почты СТВ-дефиспреста-собакамейл.ру У меня же на этом все. Далее еще немного информации и прогноз погоды. В завершении выпуска напомню адрес сайта Георгия Лиманского, гс.лиманский.ру Читайте наши новости в социальных сетях, в группах СКАТ СТВ Самары, заходите на сайт нашей телерадиокомпании. Я прощаюсь с вами, до свидания, увидимся. Благословенная Самара снова в выставочном комплексе Экспо-Волга. Православная выставка открывается в преддверии светлого праздника Рождества Христова, 14 декабря. Главной святыней станет ковчег с мощами святителя Спиридона Тремифунского. Впервые на выставке пройдет открытый диалог с митрополитом Самарским и Сызранским Сергием. Любой желающий сможет побеседовать с ладыкой и задать ему волнующие вопросы 19 декабря в 4 часа дня. Организаторы подготовили для гостей интенсивную, содержательную деловую программу. Вас ждут встречи с православными писателями, увлекательные мастер-классы по самым разнообразным темам и ремеслам, семинары и беседы с интересными людьми. Подробности деловой программы на сайте проекта. В экспозиционной части для гостей представят церковную утварь, редкие рукописные иконы и свечи. Оценители натуральных продуктов найдут здесь то, что не представлено в магазинах. Фермеры монастырские подворья и пасеки привезут целебный мед, орехи, оливу, специи, рыбу, чаи, халву и другие сладости. Выставка-ярмарка принимает гостей до 20 декабря, включительно с 10 утра до 7 вечера, вход свободный. Редактор субтитров А.Семкин